Так, отправляю уже второй аппарат из новой партии. Я рассказывал, что пришли новые аппараты, они по-другому уже сделаны. Вот, укомплектовал, то есть моя комплектация, комплектую по-разному, то есть на разные объемы, разные нужды, разные комплектации идет. Так, давайте посмотрим, что входит в комплектацию стандартную, и что я добавляю, и почему. Назарная комплектация входит как сам аппарат, тут у него фильтр стоит, в стакане фильтров, шланг 15 метров, 3,8, поводок 1,4, удочка 70, наверное, 750, наверное, она, пистолет, переходничок, сопло 31, 531 соподержатель, зип и масло. К этому аппарату добавляю шланг для краски, 1,4, набор сопел, сопел для краски, сопел для шпаклевки, соподержатель, сопел грака, клиншот, и, соответственно, вот такой вот переходник. Потом этот переходник можно использовать, чтобы этот шланг срастить с длинными, у вас получилось 30 метров для покраски где-то вдалеке. Два шпателя, в данном случае метровый и 800 миллиметров, соответственно, к шпателю идет держатель, удлинитель для работы с подлаками, или стен выше, чем вы достаете, клиншот, чтобы работать с удочкой для течения капель. И товарищ берет машинку, или у него уже есть, вот он заказал еще шлиф, бумагу. Также берет ходули, чтобы не таскать... чтобы не таскать леса и стремянку, да, человек взял ходули, потому что у него лагерь «Артек». Будут делать лагерь «Артек», какие-то ремонты, то есть взял ходули, пошел, все сделано на высоте. Смотрите, вы спросите, зачем дополнительный соподержатель, если... Есть уже один идет в комплекте, да, тут 17-й соплок, тут 17-й соподержатель. Объясняю. У сопел идет седло. У сопел Грака, FFLP, вот у данных сопел, у них проходное отверстие в седле, оно маленькое, меньше, чем у сопел FFLP, допустим, вот здесь вот, который идет. То есть получается, одни... одни седел, проходное отверстие меньше, у других больше. И чтобы не менять постоянно седло, да, поэтому ставим на этот соподержатель для сопел FFLP, сейчас еще придут сопла LP, для шпаклев и каких-то густых составов. Вот. И просто у вас будет два соподержателя с разными седлами. Так это намного практичнее, ну и быстрее менять, потому что, если у вас одно сопло FFLP, потеряли седло, нет у вас сопла больше уже этого FFLP. У Грака много сопел разных, да, зеленые, серые, желтые, коричневые, ну, грин. И они не всегда подходят соплодержатели с соплами, да, старого образца, нового образца. поэтому, чтобы вам не разбираться, я комплектую уже сразу с подержателем, так, чтобы вам было удобно поставить, и все, и работаете. недавно товарищ один предъявил, сейчас я это читаю, типа, ты, Рома, выбираешь все лучшие аппараты, она нас управляет, то, что останется. Ну, конечно, это не так. Берем просто любой ящик, комплектуем, проверяю на целостность, все ли в порядке визуально, комплектацию проверяю, и проверяем, но на шпаклевке, потому что на воде нагрузки ему нету, а на шпаклевке есть нагрузка. По нагрузке аппарат тоже будет очень хорошо. Ну, наша шпаклевка вставим, не разбавляем, просто размешиваем, потому что шпаклевка надо размешивать всегда, чтобы она была готова, потому что аппарату тяжело, что аппарату тяжело, вот эту не размешанную, она где-то тряслась, где-то стояла, может, полгода, да, ну, батарея 20 раз замерзла, и она очень густая, и аппарат, когда всасывает со дна, ему вот эту всю массу нужно подвинуть, поэтому ему всасать, ему всегда сложнее, мы даже груди лёботы делали через переходной шланг, да, и видео у меня есть, где аппарат мощный, он 500 атмосфер даёт, но через всасывающий шланг он не мог всасать, просто шпаклевку, которая предназначена именно для механизированных работ, она такая жидковата, но он не мог её всасать, потому что всасать аппарату очень сложно, тем более подвинуть вот эту, когда фролёвка устоялась, ему эту массу сдвинуть, ему тоже сложно, он и так 220 атмосфер вверх давит, ещё и тут всасывает, потом пишут, а почему у меня шток отломило, потому что я отломила, потому что вам советуют, открой крышку и работает, а надо всегда подготовить, проверяю под нагрузкой, чтобы слышать, как работает двигатель, как работает редуктор, как работает насос, на слух, не должно быть никаких посторонних звуков, должно быть амплитудно равномерно, как вы помните, 60, средняя работа аппарата, 60, движение в минуту, отличность, цикл, пустил, поднял, это такая нормальная отличность, так, давайте запустим, дальше посмотрим, так, это обратка, её открутили, чтобы просто лишний раз не пачкать, видите, в параде масло, надо будет его промыть, ой, спиритом, погонять минут 10, потом какую-нибудь шпаклёвку, и эту шпаклёвку выкинуть, так, первый пуск, тихо, включился, как видите, табло уже активно, то есть его видно и при ярком свете, и ночью в полной темноте, будет всё хорошо видно, движок уже 3 кВт, не 2,8, а 3, и на нём уже датчик положения двигателя стоит, то есть он определяет, в каком положении шток уже находится, и датчик температуры, фигула, 0 прокачано, то есть на заводе обнулили, 20 градусов температура двигателя, 0 ошибок, не показывают, если все 4 полоски, значит всё хорошо, можно начинать работать, если у вас 3 полоски, или ошибка, E0, какого-нибудь дальше, работать нельзя, либо у вас удлинитель, тонкий, либо, как Ваня говорит, далеко, находитесь от источника питания, да, теплоэлектростанции, или ещё чего-то, давайте включим, так, включим на давление, затянем шланг, не забудьте протянуть вот это всё, перед тем, как включить в работу, всё, затянули, переключаем на режим шланг, сливаем воду, или что-то там, то, что было из шланга, раздавнение наберёт, и так поднёмся, пошла нагрузка, изменился звук, так, ставим сопродержатель, проверяем, чтобы седло было на месте, 531-ое седло, 531-ое седло, вalalяйская жут Jump 631-ое седло, кратк-四31-ое седло, вот так поднём к бойцам, вуём Anne Pri孝, Austin! 演 Nitку на Drux, на Чglich, скрыжку на паузу, вулкannya, стабильный факел дальше положение двигателя штук поставок нужное положение стабильный факел на тридцать первом сопле стабильная работа аппарата причем он не просто включился и работает он по нарастающей набирает давление то есть и шланга давление уходит и начинается расход больше начинает работать на этом аппарате уже две платы одна плата идет на двигатель другая идет на датчик давления в чем разница 535 539 много-много людей просто уверены что допустим ты макс потому что он работает соками большего диаметра дает какую-то крупную огромную каплю которую невозможно просто вышкидывать это конечно пресс в этом цифра для этого видео 535 стопло уже хватило уже чувствуем чуть-чуть небольшую пульсацию и чуть-чуть идут отношения на краях а что у нас шланг рассчитан на 31 закон на готова шпаклевку 3 35 уже перебор у нас не хватает витража то есть у нас внешний диаметр шланга а вот внутренний не смотрим что он такой толстый а вот у нас внутренний но шпаклевка не идет целиком поэтому шланг она идет струю она идет на краях она практически не двигается она идет по самому центру то есть вот здесь вот так вот тянется вот это вот усилие растягивает вот это и у нас не хватает данном случае на этом сопле просто дрожать работать большими словами мы должны либо поменять шпаклевку сменьшить тягучестью либо поменять шланг либо поменять аппарат с большим дитражом если поставить шланг большего диаметра у нас будет отличный на этом сопле проверять не будем а 39 39 39 ну поверь 45 а Здесь у нас уже, ну, не луфсы называются, по краям пакета, называются луфсы, здесь луфсы еще чуть больше, но это вполне приемлемо, мы от него с такого расстояния будем напылять расстояние больше метра, метр двадцать миллиметров. С такого расстояния будем напылять расстояние больше метра, метр двадцать миллиметров. То есть, вполне приемлемо вот этот аппарат с функцией, двенятым цеплом, направляет при разбавлении. До ноги уже точно? Да? Да. До ноги про спрей. Вот. До ноги. Вот сколько с нового аппарата затекло всякой смазки. В шлангах тоже смазка, ну, в новом. В шланге тоже есть смазка, потому что там же где-то движимки были, шланги смазки, здесь смазка, здесь смазка, здесь смазка. Поэтому нужно погонять, погонять, всю смазку убрать, чтобы у вас, когда будешь погонять, не было в стенах этого масла. Я бы даже два по полу ведра погонял, то есть полу ведра погонял, промыл аппарат, вытянул, и еще полу ведра погонял, другие, по полу ведра погонял. Так, для сухих смесей затворных не стоит больше. Ну, на УТМАКСЕ, там, на 10 дырочка должна быть, если на 31, то на УТМАКСЕ 41, допустим. Но, УТМАКСЕ как идет? У них, у него из носок все выходит, и все пошло напрямую через такой шланг. Пистолет прямой, прямоточный, пистолет и все прямое, прямое. То есть, переменуть сопло, можно увидеть поршень, да? Здесь же у нас получается много, много заужений. Здесь заужения, здесь заужения, здесь заужения, здесь заужения, здесь раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Короче, заужений штук 10, и на каждом заужении идет завихление, что тормозит, причем еще и шланг тонкий. Поэтому, здесь мы теми же соплами работаем. Но, нужно всегда поэкспериментировать, поставить сопло большего диаметра, всегда проверить. Может нам больше будет работать лучше. И на больших объемах желательно иметь шланг больше. Одна открывает, вот такой. Тоже с 252 идет. Если поставить такой шланг, у вас можно будет больше свобло поставить. Чем больше вы наливаете, тем больше у вас производительность всей передажи. Так, все, теперь мы моем. Если где-то попало, осталось немножко, там шпаклевки будете разбирать. Ничего страшного, значит мы аппарат проверили, нашпаклевки, убедились, что все в порядке. Я не выбираю аппарат, просто я хочу убедиться, чтобы отправить человеку, чтобы было у него все четко. Чтобы он взял, потому что некоторые аппараты просто в комплекте приходят, прямо на две люди получают. И начинают работать, сразу сделают работу. Идет, да? Недавно предъявили, как раз, почему, Рома, ты, говорит, выбираешь аппараты? Выбрал, говорит, все лучше, а все остальное нам отправил. Да, ничего я не выбираю, просто из коробки беру, проверяю, все в порядке, отправляю. Почему я не могу выбрать аппарат даже, если на то пошло, да? Если человек не понимает в этом, и как понять, выбираю? Если человек в этом не разбирается, он доверяет мне, как консультанту? Говорит, мне надо вот такие-то работы произвести, выбери мне аппарат. Все, мы с ним обговариваем, что ему нужно, какие работы, какие бригады, какие объемы, что дальше планируется. Я ему собираю комплект, выбираю аппарат, подбираю аппарат, проверяю его и отправляю. Чтобы человек уже ничего не переживал, ни о чем не думал, просто получил и начал работать. Разве это плохо? Разве в этом не вся соль в консультации дает? Мне кажется, это так и должно быть. Либо человек умеет хорошо продавать, либо разбирается в оборудовании и может подобрать тех хорошо. Ну, как-то так. Мне кажется, да. Поэтому я очень часто выбираю, подбираю аппараты людям. Езжу по стране. Сейчас вот за полгода объехал много городов российских. Буквально там три дня приехал с Владивостока. Ездил на три дня. Тоже бригаду обучал. Очень-очень все разное везде, по-разному. Менталитет, разный подход к работе, даже разная шпаклевка. Тот же, да, на гипсах, в трех заводах, он немножко разный. Даже если формула та же самая, но с карьеров-то беру разный материал. И на одном карьере там зерно круглое какое-то, в другом волговатое. И уже по шлангу он катится по-разному. Уже по-разному можно подбирать сопла. А с другими шпаклевками это вообще же беда. Мы же проводили тесты, к нам производитель шпаклевок привозил шпаклевку. Помните? Ты максимум. Шпаклевка идет, идет, идет одна, вторую бухнули. И вот она непрерывно идет, факел. Пошла другая, факел сразу в щек. Звук другой, факел упал. И ведешь шпателем, где этот переход. Одна шпаклевка так работает, другая так. Планокс шкурит тоже. Одну так, другую так. Сразу даже видно было, пыль пошла. Поэтому все, все индивидуально подбирается. Вот уже в другом ролике мы проговорим, как подобрать шпаклевку, как сопла, как все, как оборудование подобрать. А, еще такой момент. Отгрузили мне дизер в 170 тысяч. Какой-то хипер-рубле. Не буду говорить, какой. Мне подсказали добрые люди, какой хипер это. Вот. Поэтому, как бы я же вас не прошу, не отчем, да. Не денег от вас не надо, не репостов, ничего. А вот сейчас надо поднимать канал снова. Я, конечно, напишу, куда следует, чтобы убрали эти дизлайки. Но канал надо поднимать, потому что он упал в рейтингах все. Вот. Поэтому, можете этот ролик, можете любой другой. Можете сделать репост на странице или порекомендовать кому-то. Можете, если у вас есть канал, на канале рассказать о моем канале. Не знаю. Ну, как-то, как-то помогите, в общем, поднять канал в рейтингах. Вот. Пока вот эти дизы, 170 тысяч, все-таки у меня канал небольшой, маленький, тематический. Я здесь стараюсь держаться одной темы, да, механизации. Вот. Вот. Поэтому вот такая вот у меня будет просьба к вам. Под моим подписчикам и просто тем, ну, кому я помог как-то своими роликами, своими вот этими изысканиями. Почему сейчас мало стал снимать про шпаклевку, про вот это все? Потому что собираю информацию. Много разговаривал с очень знающими людьми. Семинаров проводил много. Сейчас еще готовим семинаров много. Поеду 14-го в Москву семинар будет. Потом с Горака будет семинар тоже тематический. Именно несколько аппаратов возьмем их углубленно. Постараемся рассказать. С Доногипс будет тоже семинар. 9 августа еще будет. 9 августа будет в Питере, да, семинар Доногипсом. Это пока вот сейчас. А еще промежуточный их будет, наверное, несколько. Поэтому все-все-все впереди. Витя сейчас что-то пытается там нагнать жуди, да. Но я потом расскажу, почему он активировался. Это тоже очень интересная такая история получилась. Я, короче, ездил с Доногипсом на семинар в Пятигорск. И на следующий день он вечером уже стрим провел, что-то там пытался рассказать. Какой у меня доклад был, тема моего доклада была. Тема моего доклада была стеклоходств и влагопоглощение, да, то есть мы грунтовкой регулируем вот это проникновение влаги. Вот и все такое. Очень интересная тема, кстати, это как бы основа. Зная вот это, вы даже, нет, не зная вот это, не понимая, вы можете такого наговорить, напортачить там, да, наделать, что вам не горюй. Ну все, всем спасибо за внимание, всем пока, пишите ВКонтакте, делайте репосты, теперь я буду всегда говорить в каждом видео вот это. Вот, и рассказывайте обо мне в своих роликах, в своих группах. Пока. Нарисуйте меня Да такого, чтоб в крик Чтоб и мама моя Не боялась за сына Нарисуйте меня журавлем Лишь на миг Я хочу посмотреть на людей Я хочу посмотреть на людей Я хочу посмотреть на людей С высоты журавлиного клина Я бы сам Да я бы сам Да ломаются кисти Только грифу Дано пальцев Вытерпеть бунт И летят И летят И летят В небеса В облака В облака Поднимаются листья Этих нот Горьких нот Облетевших с разорванных струн И летят И летят И летят И летят В небеса В облака Поднимаются листья Этих нот Горьких нот Облетевших с разорванных струн Горьких нот Горьких нот Горьких нот Их Сходи Продолжение следует...